Сегодня в краевую столицу приехали заместители глав по социальным вопросам со всего региона. Такое случается только раз в год. Чаще всего они видят этот зал только с экрана монитора во время селекторной связи. Теперь чиновники лично рассказали о проделанной работе и получили за нее оценку. Основное внимание, конечно, здравоохранению, но в этом году медикам региона удалось спасти более 1100 жизней. Я хочу вас поблагодарить за работу в том смысле, что мы действительно, Краснодарский край внес серьезный вклад в сохранение жизни Российской Федерации. И мы на протяжении практически всего года были лидерами в стране по абсолютному числу сохраненных жизней. Мы научились с вами комиссионно отрабатывать каждый случай смерти в трудоспособном возрасте, анализировать причины происходящего и принимать оперативные грамотные лечения по диагностированию заболеваний и правильному лечению тех или иных заболеваний. Работа идет и показатели эти снижаются. Конечно, эта работа должна быть сегодня у вас первоочередной с учетом тех демографических задач, которые ставит перед нами президент. Мы продолжаем снижать показатели общей смертности, которые по оперативным данным на сегодняшний день составляют 12,3 на тысячу населения. В 2017 году этот показатель был 12,5. В ряде территорий добились хороших результатов и показались значительно лучше среднекраевого значения. Анна Алексеевна сказала, это город Новороссийск, Армавир, Краснодар, Сочи, Денской. Теперь перед регионом стоит еще одна важная задача – увеличить продолжительность жизни до 80 лет к 2030 году. Хотя край уже движется в этом направлении. На Кубани средний возраст примерно 74 года. Во время большой ежегодной пресс-конференции с журналистами Владимир Путин заявил, что России необходим прорыв, а он невозможен без развития человеческого капитала, медицины и образования. Краснодарский край весь год работал на положительный результат в этих сферах. Большая победа и в блоке образования – это 10 новых школ. В этом году за парты сели почти 9 тысяч ребят. Похожая ситуация и в детских садах. В 2018-м, благодаря строительству дошкольных учреждений и пристрою к ним, двери открылись для 5 тысяч дошколят вместо 2 тысяч. В 2019-м перед краем стоит не менее амбициозная задача – открыть еще 10 новых современных школ. Для этого выделяются средства из федерального и краевого бюджетов. Консолидированный бюджет нашей отрасли ежегодно растет. Вы видите здесь долю и муниципальных бюджетов, и краевого бюджета. Но достаточно сказать, что только в этом году мы получили на 5 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. Еще одна из приоритетных задач – это улучшение демографии. Чтобы росли семьи, необходимо повышать и уровень жизни. В этом году впервые в крае начали выплачивать единовременную помощь за рождение первого ребенка. Она составила почти 10 тысяч рублей. Этим правом воспользовались больше 10 тысяч семей. Также в регионе сохраняется выплата за третьего и последующих детей. На эти цели из бюджета выделили 3,5 миллиарда рублей. На Кубани продолжают обеспечивать жильем и детей-сирот. За 5 лет для них построено и приобретено 6,5 тысяч квартир и домов. В 2018 году на приобретение жилых помещений выделено 964 миллиона рублей. На приобретение 789 жилых помещений. Отмечу, что 21 муниципальное образование освоили средства в полном объеме. Уже освоено 83,8% средств краевого и федерального бюджета. На финальном совещании говорили и о достижениях культуры. В крае продолжают капитально ремонтировать дома культуры и открывать современные кинотеатры. А в этом году в Краснодаре открылся грандиозный мультимедийный комплекс «Россия. Моя история». Благодаря ему дети могут узнавать о своем государстве в новом формате. Елена Касабова, Алина Сорокина, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар.